Всем привет, мои хорошие! С вами Селина, с вами начинаем новый влог! И такой вы еще меня не видели? Такой, лопоухой. Я снимаю просто видео, вообще что-то в последнее время мне так тяжко все снимать, представляете? Ну так поделюсь вам, да, вот, потому что так много времени я посвятила блогерству, да, и я люблю это дело, продолжаю, то есть я себя не представляю без этого, но, как вы помните, два канала у меня через день выходит на каждом канале видео, ну так всегда было, да, влоги через день и какие-то новые видео через день, я бывала и каждый день на втором канале, вот, и это, конечно же, это когда ты всю себя вот так просто, вот, ничем другим не занимаешься и на что другое времени не хватает, вот, ну и сейчас я понимаю, что в таком темпе мне очень сложно, я пытаюсь его поддерживать, но очень сложно и бывает, что просто ты хочешь полежать, ничего не делать или элементарно заняться какими-то домашними делами, потому что я уже забыла, как это быть такой домашней, что-то делать по дому, какие-то ремонтики, что-то приготовить, поубираться, ну какие-то такие там, поразбирать вещи, вот, на это у меня никогда нет времени, поэтому у меня везде завалы вот в этом смысле и везде требуют внимания, вот, поэтому, возможно, вы заметили, да, и видео, может быть, немножко реже будет, но, как бы, я хочу продолжать тот же темп держать, но немножко сложно мне сейчас, вот, это один момент, и вот сейчас я снимаю видео для вас на второй канал, короче, есть что снимать, полно всего снимать, оно стоит и ждет, и я очень хочу скорее это снять, но каждый раз куда-то энергия убирается, мне нужно это, вообще это все делать, стараться в первой половине дня, во второй половине все, уже как будто силы уходят. В общем, сейчас я привожу себя в порядок, снимаю видео для вас и попозже вернусь. Ну что, мои хорошие, я привела себя немного в порядок, подсняла вам видео для второго канала, сейчас собираюсь идти за денчиком в сад, и хотела вам сказать по поводу образовательной платформы, о которой я вам говорила, помните, Skillbox. Сейчас есть уникальная возможность пройти курс «Секреты индустрии, как бьюти-мастеру зарабатывать больше». И сейчас этот курс на Skillbox можно пройти с 30% скидкой, я ссылочку вам оставлю под видео. Я знаю, что есть очень много бьюти-мастеров, и самая большая проблема – это как раз-таки, как зарабатывать больше на всем этом. В этом курсе вас ждут онлайн-занятия и практика на основе реальных кейсов. 13 тематических модулей, 65 онлайн-занятий. Более того, этот курс записан совместно с персоной. Вы научитесь находить клиентов, работать с аудиторией, составлять план развития в профессии, выберите эффективные рекламные каналы, расширите свою аудиторию и базу клиентов, поймете, как увеличить выручку и оптимизировать расходы, как работать с поставщиками, узнаете, как выбрать поставщиков и как добиться наилучших условий для сотрудничества. Курс от экспертов в бьюти-сфере. Онлайн в удобное время и доступ к курсу навсегда. Этот курс подойдет как для новичкам, так и для суперопытных мастеров. Как я уже сказала, скидка 30%, но также этот курс можно взять и в рассрочку. Зарегистрироваться на сайте очень просто. Вводите свою почту, телефон и готово. Ссылочку я оставлю в описании, обязательно проходите, почитайте подробности. Я думаю, что многим из моей аудитории, а у меня большинство девочек, будет это интересно. Ну а я побежала за Денечкой в садик. Мы приехали за посылочкой на почту. Денни, как всегда, книжки читает. Да, Денни? Где-то ты уже измазюкался. Девочки, ко мне посылка пришла. Я думала, что это посылка. Я просто, я просто вообще, я ее посмотрела, все не ожидала. Я думала, пришел пылесос. Мне должен пылесос там прийти, новый. Думаю, нет. Написано fashion. Ждала, может быть, маленькую посылку с сайта Jum. Девочки, но я только несколько дней назад сделала заказ с сайта Shein. Это они прислали мне. Вы представляете? А там столько всего. Боже, я в ближайшее же время сниму вам на второй канал распаковку Shein. Там столько вот, знаете, то, что очень хотела. День, ну не стучи, кися. Там прям такая посылочка, которую, знаете, заказываю и думаю, так надеюсь, что будут все размеры мои. И вот прям все в наличии. И я такая думаю, серьезно? И там шубка из ламы, которую я заказывала. Я вот очень хотела... Ой, звонят. Короче, шубу из ламы давно хотела. И я очень жду, и мне интересно, какая она там. Ну, короче, девчоночки, не с первого раза, не с первого взгляда, можно так сказать. Да? Но после вкуса я все-таки поняла, что в этом кафе Три Орешка этот банановый торт был офигенный. И я прям в Ингреже уже несколько дней очень хочу поехать. Вот я поехала специально в центр для того, чтобы взять его и взять еще какой-нибудь десерт и попробовать. А вот мы уже подходим. Красивенько здесь машину, только жалко негде припарковать. Думала посидеть здесь, съесть что-нибудь, но возьму домой. Торт «Завтрак у Тиффани». Название, конечно, классное. Малиновый медовик, три шоколада. Что-нибудь еще хочется просто взять. Чизкейк, маково-ягодный, манго-кейк. Медовик классический, наполеон. Сникерс, малина с нутеллой, йогуртовый с персиком. Вот, кстати, мне кажется, будет вкусно. Банофи. Вишневые облака, боже, я все хочу. Я взяла еще попробовать молочный коктейль. Кстати, вкусный. Просто я не могу уже терпеть, я очень хочу сладкого. Так как здесь поесть не могу, молочный коктейль выручаю, пока доеду до дома. Короче, я взяла банановый, как обычно, три кусочка. И еще взяла воздушная вишня какой-то. Он тоже творожный, но с вишней, вишня с кислинкой. И один кусочек взяла попробовать какой-то пирог. Он там с орехами, с маком. Короче, будем пробовать дома. Вечерний Ростов, центр. Все в огонечках, все такое уютненькое. Классно здесь гулять. Местечко, кстати, нашли близко. Можно было бы и посидеть, на самом деле. Но что-то решили дома посидеть. Я коктейль. А Дэнни у меня вообще молочный коктейль не особо пьет, но этот понравился, да? Да. Ой, полный рот. Да, да. Все, маме ничего не оставил? А? Допили? На, там пенка одна. Хочешь пить? Только иди садись на место. Поедем сейчас. Так, море мяско. Надо что-нибудь взять домой. Доброе утро всем, мои хорошие. Сегодня утром за Дэнки на балкон залазила за носками чистыми. И такая вонища у нас на улице, как будто горело полурайона. Вот такое ощущение. Не пойму, вышли сейчас на улице. Прям реально гарь какая-то. Холодно, гарь. Не, ну хотя сегодня не так холодно. Кстати, сегодняшняя погода напоминает мне Индию. Пахнет гарью. В Индии все время то ли гарью пахнет что-то, то ли специями. Очень такой спертый специфический запах. Его прям не перепутаешь ни с чем. Ну то есть, вот сейчас гарь, да, и еще перемешают сюда специи индийские. И все. И спертый запах свежего воздуха, как будто там в стране нету. Такое ощущение, там жара. Вот. А утром, а утром там холодно вот так. Цветит солнце. Вот. И мерзнешь. Ну, короче, вот в то время, когда я была, мне очень напоминает ту погоду. Я помню, как мы завтракали там в кафешке. Там было так холодно. Обезьяны прыгали. Мы еще на улице завтракали. Трындец. Короче, идем на улицу. Сегодня родительское собрание. Вот интересно, что там будет. Сегодня родительское собрание первое в этой группе будет. Мне так интересно. Может, еще кто-то жаловаться будет на Деньку. Еще кто-нибудь будет угрожать. Может, предложить стрелу забить. Ну, довести, так сказать, ситуацию до абсурда. Я же даже немного переживаю. Не очень мне нравится, знаете, когда... О, я даже комменты еще не читала под видео, что вы там пишете. Ну, пару девочек написали мне в Инстаграме в Директ. И поддержали меня. И сказали, что, ну, все правильно я делаю. Сейчас я еще почитаю комментарии. Я просто, ну, как бы, да, я люблю, конечно же, когда меня поддерживают. И говорят, что я где-то права. И я, на самом деле, не такой человек, что если я где-то не права, я такая буду прям вот молодец такая. То есть я все равно самокритична и все равно копаюсь и стараюсь думать обо всех. То есть я, ну, стараюсь не думать так, что там кто-то плохой и кого-то надо обижать, намастырить лицо свое там, да, и ходить с гордо поднятой головой, типа там вокруг все такие тупые, а я такая одноумная. Я так не люблю. Я люблю, наоборот, видеть в людях свет, да, видеть, ну, какие-то знания, умения, мудрость какую-то. И с удовольствием стараюсь это всегда разглядеть. Вот. И не очень люблю, честно говоря, когда люди начинают нападать со своим каким-то мнением, тем, где пытаются тебя унизить, да, и сказать, что ты там неправ, неправильно думаешь, что у вас там с головой, что вы так думаете, да, ну, вот в этом смысле унизить, что ты какой-то тупой, недалекий человек. Вот. Или далекий, наоборот. Как правильно сказать? Вот. И когда это еще толпа такая, да, у меня желание пропадает вообще общаться, вести какие-либо разговоры с толпой, особенно когда в каком-то абсурдном мнении люди начинают друг друга поддерживать, вообще я начинаю думать, что я попала в какой-то вообще беспредел. И совершенно не хочется вести диалоги. И я, конечно, может быть, накручиваю себя, и все будет хорошо. Постараюсь отстоять свою точку зрения, и надеюсь, что меня кто-то поддержит, потому что, ну, мне кажется, это не очень нормально. У меня Деньку тоже могут обижать в садике, и в предыдущей группе реально обижали. Ну и что же мне, звонить каждой маме с такой претензией, поговорить со своей дочкой, поговорить со своим сыном. Вот сейчас мне историю вообще рассказали, как девочки там плюют в еду, есть девочки, которые хуже мальчиков, как говорится, да, а плюют в еду, задевают постоянно и так далее. Что же делать с такими девочками? Буду тоже звонить, вот так и говорить. Это что такое? Я еще раз это увижу. И пусть мама сходит с ума и думает, что там делать со своим ребенком. Ладно, надо попить кофе. А это кто тут сидит? Села тут, залезла, так вышоко, и маму встречают поцеловатески. Ты укуситушки, ты маму укуситушки хочешь? Ты маму кусить хочешь? Ты что кусаешь, маму? Целуй. Дуринда. Дуринда. Кстати, вчерашние вкусняшки очень вкусные. Я, кстати, зашла в кафе, еще взяла вот такую... О, вот, кстати, завтрак хороший. Этот. Думала просто яичницу пожарить или это, но сейчас посмотрим. Как оно называется? Курник очень вкусный. Вот берем все время здесь. Вот он, маковый пирог с орехами, как выглядит. Еще не пробовала, а я не взяла. Вот, а вчера бы пробовала торт вот этот, вишневый вкусный. А это вот, который банановый. Короче, класс. А это вот цвет Таня Кристины на маму. Закрутки нам как-то давала. Вот мы кушаем. Очень вкусно. Мои хорошие, добралась я до комментариев. Комментариев читаю. Ну, во-первых, мне очень приятно, что вообще разделяют мою точку зрения многие. И многие меня понимают. И, честно говоря, я даже была удивлена, что... Ну, у кого дети пишут, что... Ну, кто не читал комментарии, да, кратенько скажу. Что говорят, что девочки, те еще оторвы бывают. Я как-то об этом, честно говоря, не думала. Я знаю, что разные девочки бывают. И знаю, что конфликты там между девочками бывают. И я сама, честно говоря, такая девочка, что когда видела слабого... Ну, я же львица, да, и вот это вот покорение власть с детства у меня есть. Я и над братом своим там, как бы, пока он был маленький, пока у меня была сила, тоже поиздевалась, можно так сказать, да, подавлела. Вот. Но потом, когда он дал мне впервые отпор, это, дал мне по зубам, и у меня эмаль там с одного зуба отскочила. После этого я его не трогала. Я поняла, что мальчик — это сила. Ох, целый день нон-стоп снимаю просто. У меня уже и глотка болит, и спина болит. А мне бы еще одно видео снять. И уже, блин, осталось час до того, как в садик на родительское собрание. Так немного переживаю. Переживаю, что на меня наедут все мамаши и начнут клевать меня. Вот. Но я немножечко, видите, вам сказала во блоге, рассказала ситуацию, и вижу, что большинство меня поддержало. Вот. Ну, как бы, я, получается, не одна такая, да, у многих у кого есть такие проблемы, что там что-то обижают. И девочки бывают обижают, пацанов жалуются на них, и мальчики обижаются. Ну, короче, с разных сторон все. Я посмотрела, что не так вроде все плохо, да, и не так все ужасно, как кажется. Надеюсь, что можно будет все это решать. Ой. Не учат защищаться. В садике учат подчиняться. Это да, на самом деле, это да. Короче, выдерживать весь этот баланс, фух, сложновато. Но приду после собрания, поделюсь. Сейчас у меня села батарейка, не выдерживает опять моего напряга на видеокамере. Сейчас поставила я чуть-чуть подзаряжаться, минут 20 хотя бы, чтобы закончить видео. Сейчас покушаю, включу сериал, пока буду смотреть. Вот. Немножко передохну, хоть рот займу едой. А то говорю, говорю, говорю. Все, вышла, иду на собрание. Нам сказали, что собрание будет на улице. А на улице, как вы знаете, не жарко. И оделась зимний тёплый костюм, куртку свою вот эту вот. Помните, да? Все, я готова к холодному собранию в садике. Всем доброе утро, мои хорошие. Вчера, вот видите, вот опять же, да, вы говорите о том, что спонтанные влоги такие. Вот вчера я пришла с этого, как его, с садика. И всё, и заказы, заказы полетели. Вот как я и говорю, что абсолютно человек, который занимается шоурумом, вот конкретно, вот больше у него ни на что тоже времени не хватит, если он хорошо этим занимается. Ну, то есть, если он хочет хорошие продажи. То есть, это надо сначала принять заказы, поговорить, что-то замерить. Постоянно, когда много потока, у меня всегда, когда я начинаю заниматься шоурумом, у меня всегда поток просто людей пишет. Я не успеваю, у меня на одну вещь по очереди, ну, человек в очереди стоит. Вот, пока заказы все эти примешь. Потом заказы все эти нужно запаковать. Это ты бегаешь, вот это там запаковать, там написать, чтобы всё правильно было, чтобы ты каждому клиенту его вещь прислал. Вот, потом всё это собрать, я вам сейчас покажу, сейчас будем уже ехать, отправлять посылки. Я вам покажу, сколько посылок у меня в багажнике сейчас. Вот, поэтому не было времени вам сказать, как вчера прошло собрание. Слушайте, ну, вы сами понимаете, да, что всё хорошо прошло, поэтому, если бы очень, я бы нашла вчера время, поделиться впечатлениями. Всё хорошо, вообще, мамы вообще не говорили о дисциплине воспитания. У мам вообще не было вопросов. Может быть, потому что собрание было на улице, было холодно. Мы выслушали одного воспитателя, она там сказала по моментам, там, ну, чтобы у всех была нарядная одежда, пусть она будет вся одинаковая, чтобы мы об этом позаботились. О том, что завтра нам дадут домашние тетради, и у нас должно быть домашнее задание о том, что у нас логопедическая группа и что нужно заниматься тоже дома. Вот, ну, немножко, в общем, вторая воспитатель логопед, она рассказала, что у детей какие идут, над чем нужно работать, да, какие моменты, что там детки не понимают, там, уменьшительно-ласкательные какие-то, да, ну, короче, как бы, как преобразовать, слово преобразование, да, с этим хромает. Потом, там, группировка, там, на, допустим, там, попугай, голубь, там, и так далее. Что это? Это птицы. То есть, ну, она обобщала о всех деток, что большинство деток не может всё это дело сгруппировать, и этим надо заниматься, короче, и так далее, и так далее, и так далее. В общем-то, ничего особенного ни по какому ребёнку она не выявила, всё говорила в общем, что большинство вот так. Вот, звуки там у кого-то шипящие, у кого-то там свистящие, эру у кого-то, всё надо ставить, там индивидуальные занятия, немного по программе рассказала, ну и всё. Потом спросила, что, что, какие вопросы, и ни у кого не было вопросов, и мы все пошли домой. Маму той девочки, которая мне звонила, я не видела, ну, я ей не обращала внимания, я и не искала её, и как бы, короче, всё нормально. У матросов нет вопросов, поэтому всё хорошо. Сейчас я проснулась, Дэнечку отвела в сад, сегодня пятница уже, да, близятся выходные, как-то хочется их весело, интересно провести. Сейчас, да, отправлю, слушай, мне нравится вот так, я сняла видео, показала все вещи, у меня почти все их забрали, представляете, вообще классно. Так, следующие у меня будут, наверное, обувь, надо обувь распродать, которую у меня есть, и платье, у меня есть тёплое платье, всякие зимние, как раз на погоду сейчас, я думаю, тоже будет интересно. Ну, конечно, у меня там цены супернизкие, поэтому всё ещё, да, если магазин работает в своём режиме и продаётся по ценам, которые продаются в магазинах, конечно, не такой был бы, наверное, думаю, ажиотаж. От того, что у меня цены намного ниже закупочной цены, конечно же, это всех заинтересовало, меня бы тоже заинтересовало. Так что отправляйтесь на второй канал, обязательно следите за выпуском новых видео, и, кстати, если видео вышло, ну, как бы у меня сразу же, вот буквально в первый час уже у меня начались сообщения, и уже вещи начали брать, поэтому вот, имейте в виду, что всё быстро разбирают, не тормозите. А, ещё кто-то мне написал в комментариях под этим видео, где я вещи показывала, что, типа, выстави их на Авито, быстрее, типа, продашь. Нифига, девчонки, я когда выставляю что-то в своём Инстаграме для своих зрительниц, да, или выставляю видео, то это всё намного быстрее происходит, чем будет на Авито, это один момент. Второй момент, я к себе домой никого не приглашаю, выделить время для того, чтобы где-то поехать и встретиться, чтобы человек померил курточку за тысячу рублей, например, да, но у меня совершенно нет на это времени, это, извините, а ещё, может, курточка не подойдёт, понимаете, и, ну, как бы, мне неинтересно продавать здесь, по Ростову, мне интересно отправлять всё это. Я по видео, ну, по фото, по видео, по рассказам своим очень честно рассказываю всё о вещах, там, какие, на мой взгляд, там, да, могут быть недочёты и так далее. То есть у меня нет задачи, честно говоря, прям продать скорее эту вещь. У меня вот девочка есть, даже не одна, а две, а вот они выбирали вещь там одну, и я вот говорю, что, ну, я думаю, вам, скорее всего, не подойдёт по размеру, да, и вам, скорее всего, там будет это большое, или это будет маленькое. То есть я, наоборот, показываю моменты, которые могут быть не очень им комфортны, но люди, зная это, даже всё равно это берут, потому что, если они влюбились в какую-то вещь, если они хотят, они её на себя натянут, если что, да, или ушьют, если что, вот, то есть, если влюбились, то всё уже, тут их не отговоришь. Но я, честно говорю, о всех моментах. Вот, поэтому возвратов вещей у меня за всё время вообще шоурума, у меня ни одного возврата вещей не было. Один раз только, когда я продавала губные помады, но там момент был, что у меня были упаковки губных помад, наборы, и они были все матовые. А один набор, а то ли я не досмотрела, то ли что, он был не матовый, а был глянцевый. И когда пришёл набор этих помад девушки, она говорит, я жду-жду, а оно не сохнет. Я говорю, без проблем вообще. И мне самой стало интересно, делала возврат, вот, мне просто стало интересно, что это за помады. Неужели действительно они не матовые, потому что всё должно было быть матовое. Я ей отправила матовые, ну, она мне прислала сначала, я посмотрела, что да, действительно, они глянцевые. Я их потом поменяла, да, я сказала, вот они матовые там на складе, вот, а ей прислала матовые. Это единственный возврат был за всю работу моего шоурума. Так никогда ничего не возвращали, и все довольны. Так, крошки, смотрите, сколько посылок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь? Чё-то не то. Нет, семь. А, да, их семь. Восьмое утром собрала, и вот это ещё. Нет. Раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь. У меня их семь было вчера вечером. А, это вместе с этой. И восьмое утром собрала, да, всё верно, что я думала, что их десять. Вот, короче, всё, отправляю посылочки, и ещё девочки уже там заказывают ещё, но я не успеваю. Надо сегодня всё это, это по Ростову, надо сегодня всё это отправить. Смотрите, кто ко мне пришёл. Я, кстати, не знаю, мальчик это или девочка. Ну, вот, мяучат, мяучат, я думаю, кто мяучит-то это? И он пришёл ко мне прям и сел. Маленький такой, мальчик, мордочка такая, полосенькая. Ну, ты кусаешься, что ли? Ты кусаешься, что ли, а? Он хороший. Такой маленький, чистенький ушки такие у него. Это здесь живёт, я думаю. Ну, как можно такое чудо вообще не забрать домой, а? Ну, как, ну, возьму лейки, я думаю, морда. Морда. Обожаю котят. Обожаю. Спрятался? Что пришёл? Трусы нашёл? Так, девочки, я вам не показывала, кстати. Я говорила, что потеряла. Все, короче, плавки потеряла. У нас, по-моему, их было двое. Я потеряла плавки, я не знаю, где они дома находятся. Куда-то я положила, всё, и забыла. Пролёг. Понял, что еды пока что не допросишься, пока мама не снимет. Я, короче, взяла вот в спортмастере вот такие плавочки. Мне понравились. Там очень много, кстати, на деток плавок. Не помню, сколько они стоят. Сейчас посмотрим цену с вами. Должна быть здесь. Что-то нету. Сейчас под чеку гляну. И очки. Я решила, что запасные должны быть, а то мы просим там у этого. Короче, 500 рублей очки. И вот эти стоят. 499. Вот. И вот. Она сказала, что они должны, ну, без резинки плотно прилипать к глазам. Вот эти плотно прилипали. Мы их взяли. Они нормальные. Так. Так. И это всякие дюпеля более крупные. 600-700 рублей, по-моему, стоят вот эти плавки. Трогаю голову. Мне кажется, что у меня очки. Сейчас просто выезжала, отправляла же эти посылки все, отправила. И уже новые посылки. У меня уже новые заказы. Да пока утром вот ездила, еще успела два нового заказа принять. Сейчас залезу в Дирек. Там, наверное, еще куча запросов. Так. Что хотела сказать? А, и на улице солнце. И очки вот так вот отделала, носила. И у меня такое ощущение, что у меня очки до сих пор на голове. Пришла домой. Все. Монтирую вам этот влог. Не знаю, что я сюда наснимала. Но надо смонтировать влог. Надо уже, он по графику должен выходить. Вот. Вечерком, кстати, должны нам отдать тетрадь рабочую. Я вам покажу в новом влоге занятия, которые мы будем делать, задания. Как бы что вот изучаем в сайтике. В следующем влоге уже. И впереди выходные. Я думаю, что-то хочется мне как-то выходные провести. Интересно. Не знаю, в аквапарк что ли съездить. Вот. Или плавки новые купили, да, в аквапарк теперь можно съездить. Или, не знаю, или как-то хочется в киношку, где-нибудь в кафешке посидеть. Короче, как-то хочется очень уютно и интересно провести выходные. Посмотрим, что удастся. И еще же все. О, господи. Я сейчас немножко разгребу вещи как раз-таки, да. Еще сейчас новые видео сниму. Обувь у меня много продается в магазине отдельно. Прям по обуви пройдемся. Платья всякие. Короче, эти видео хочу снять. Чуть-чуть разгребсти вот вещи, да. И прихожую буду делать. У меня же все лежит на видном месте, чтобы я ни про что не забыла. И очень хочу скорее обклеить прихожую. Так что будет, девочки, будет. Я все помню. Прям рука на пульсе. Я уже хочу все это начинать клеить. Просто немножко надо вещи разложить. Оно, знаете, как пятнашки. Друг от друга все зависит. Вот уберу я сейчас вещи. На место тех вещей я положу вещи, которые у меня на вешалке в спальне. Да, у меня спальня чуть-чуть освободится. От того, что спальня освободится, я смогу сделать что-то, что благодаря этому я сделаю другое. Вот куда ни сунься, там, короче, такая вереница дел идет. Вот, поэтому, но я хочу скорее. Я уже так прикладывала немного, смотрела вот эти вот кирпичики, велики, будут смотреться. Мне кажется, очень круто будет смотреться. Вот. Так что я сейчас с вами прощаюсь. Сегодня я буду этим дома заниматься. Поэтому, в принципе, вечером, ну, сегодня уже нечего такого снимать особенного. Вот. И буду монтировать вам вопрос-ответ. Вот следующее видео будет вопрос-ответ. Люблю вас, целую, спасибо, что были со мной. Прощаюсь до следующего видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok